МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 27 февраля 1748 года на Барнаульский сереброплавильный завод из Горной Колывани переехала канцелярия Колывана-Воскресенского горного начальства. Казалось бы, событие незначительное, но это было судьбоносное решение. До этого момента администрацию планировали разместить в соседнем Павловске, где также находился металлургический завод. Но в итоге остановились на Барнауле. Так что этот день можно считать фактически днем рождения Барнаула как будущей столицы региона. 11 февраля 1894 года в Санкт-Петербурге родился Виталий Бианки, будущий ученый, педагог, но главное известный писатель, автор рассказов о животных, сборника «Лесная газета». С конца 1918 года и несколько лет он провел в Бийске. Преподавал, читал лекции и стал одним из основателей Бийского кровеческого музея. «Могу только в нескольких словах рассказать, какой уголок страны больше всего понравился, пришелся мне по душе. Это Алтай. В жизни не видел ничего более прекрасного. Я жил там четыре года и с тех пор вспоминаю это как чудесный сон», – писал он позже. 13 февраля 1956 года, день рождения Барнаульского телевидения. В этот день, еще до официального открытия, состоялась первая передача. Студия была организована в здании на Ленина, 78. Там же стояла первая телевышка. Зрителям показывали киножурналы, новости дня, художественные фильмы. Кстати, «Живой диктор» появился на Барнаульском телеэкране только в октябре того же года. Субтитры создавал DimaTorzok